Друзья, приветствую! Алексей из Петербурга передал образцы масла Синтек премиум 9030 C3. Так выглядит свежее, светленькое, похоже на пакет присадок от Ричфула. И вот так выглядит в таком виде отработка. Немножко даже красноватый оттенок имеет. Масло эксплуатировалось в автомобиле Танк 300 2-литровым турбомотором 220 л.с. пробег автомобиля всего 9500 км. Причем масло было залито на пробеге 4000 км. Пробег на масле 5500 км. 167 моточасов при средней скорости 33 км в час. Используется топливо, бензин, Газпром, нефть, Роснефть, Лукойл 92-й и 95-й. Средняя скорость. По средней скорости видно, что это смешанный режим. Город-трасса. На что похоже данное масло? Максимальное совпадение это Лукойл Генез СПХ 020, тоже нулевка. И Роснефть Magnum Ultratec 530. По данным совпадениям я бы сказал, что это пакет присадок Ричфул китайский. Но вот единственное только у Лукойла непонятная ситуация. Обычно Генезис делают на инфиниуме. Но возможно, что вот СПХ это, по-моему, масло именно для китайских автомобилей. И возможно, что СПХ сделали на Ричфуле. Ну и по цвету очень похоже. Я помню, Роснефть сильно отличался от инфиниума при очном сравнении. Поэтому, скорее всего, Ричфул здесь. Так, значит, скрин предполагаем с пиками, скажем так, базы. Здесь лучший, самый высокий пик. И больше всего ПАУ. Это Mobil 1 ESP. Низкая вязкость. Но это старая рецептура. Скорее всего, она уже не актуальна. ESP были заменены в 2023 году. Вот. Но данное масло я не перепроверял. Надо еще перепроверить. Будет свежее какое-нибудь. Так. На втором месте здесь у нас ZIG Zero 0.30 по содержанию ПАУ. И на третьем данный Syntec Premium. Вот. Далее с большим отставанием идет Ravenol и оригинальный Volkswagen Longlife 3 FE. И самый низкий уровень у нас Volkswagen оригинальный, произведенный в Германии Shell. Так. Далее скрин с некоторыми компонентами пакета. Здесь, опять же, выделяется Mobil 1. Но, скорее всего, опять же, повторюсь, рецептура уже не актуальна. И все остальные масла. Это вот типичный пакет Infinium. Видите, они практически одинаковые. Демонстрируют линия в линию, скажем так. За исключением данного Syntec. Здесь по сукционимидам, конечно, провал. Данное масло нельзя считать Longlife. Это один такой из критериев, по которому можно Longlife назвать. Здесь явно сэкономил Syntec или Syntec или китайцы, которые делали пакет. Но, тем не менее, сукционимидов здесь мало. Отсюда, кстати, и такой светленький цвет, как говорят знающие люди. Так. Значит, данные по свежему. Syntec Premium. По окислению 7,88. Видно, что здесь нет эстеров. Нитрование 4,48. Пакет присадок 1,21. Достаточно такой высокий уровень, я бы сказал, честно говоря, для АЦ3. Но, возможно, это просто такой такой пакет за ДДП. Так. Фенольных антиокислителей совсем мало. Какая-то погрешность в 0,06. Но атоминных достаточно много. 1,35. Вот отсюда и красноватый оттенок. Значит, щелочное 7,31. И кислотное достаточно низкое 1,33. Скорее всего, тоже это связано с сукционимидами и пониже уровень. Рабочая вязкость при 100 градусах. 11,71 с антистокса. Ну, типичная для АЦ3. Ну, и все остальные показатели, в общем-то, не выбиваются. Далее у нас отработка. Вот данное масло. Танк. 5,5 тысяч километров. 167 моточасов. Так. По версии прибора здесь около процента бензина 0,84. Постепенно нарастают окисления, нарастают нитрование. На 5 единиц нитрование. Окисление даже чуть больше. Видите, окисление активнее нарастает. Обращать на себя внимание уровень противоизносной присадки. Остаток 45 процентов достаточно сильно сработалось. Но, скорее всего, это свежий автомобиль. Прерабатывается. Плюс турбо. Фенольных антиокислителей было 0,06. Стало 8. Но это погрешность, скорее всего. А минных остаток 53 процента. Тоже подсработались немного. Но еще, скажем, больше половины, чуть больше половины есть. Щелочное 4,73. И кислотное 2,25. Запас еще у масла некоторые есть. Так. И рабочая вязкость. Ну, несколько подсела. 10,49 сантистокса. Это сколько у нас получается? Это примерно 1,2 сантистокса. Потеря вязкости. Так. Сейчас покажу вам, как это выглядит на компараторе. Так. Видно разжижение. Да. Обработка так активнее бежит. Сейчас посмотрим, насколько отработка опережает свежая. Так. Ну, видим, что в допустимом еще, скажем так, диапазоне. Но приближается уже, наверное, к 60 процентам от. Да. Скорее, к 60 процентам от максимально допустимого. Ну и вот такой прогноз. Данные свежего. Данные отработки. По моющим, нейтрализующим свойствам. 8900 километров. 271 мот в час. По оксидам азота немного. Но, в общем-то, может быть, здесь сказалась какая-то езда загородная, именно быстрая. 6,46. Ну, нормально. Я обычно говорю, что нормальный мотор где-то от 600 до 700. Ну, хотя современные сейчас попадаются там с увеличенным картером. Там и до 1000 доходит в бензиновых моторах. Ну, и вязкость. И внизу, по нижней вот этой полоске синий-красный, можно сказать, что чуть забеднена смесь. Обычно даже в современных машинах, я смотрю, они все чуть-чуть забеднены, но здесь как-то чуть-чуть побольше. Но это говорит лишь о том, что окисление сильнее нарастает, чем нейтрование. Хотя лимиты для них одинаковые. Ну, что, можно сказать, масло вполне достойное. Неплохо отработало, на мой взгляд. 270 моточасов. Масло, по сравнению с конкурентами, недорогое. Вполне, мне кажется, можно его использовать. Вот, надо, конечно, еще проверять в других машинах. Посмотреть, как его износные присадки себя будут проявлять. Здесь все-таки совсем свежий мотор. На 4000 залили данное масло. Ну, и может быть, некоторые вопросы притирки. Кстати, сам Инфиниум, я уже говорил как-то, пишет, что при притирке образуется металлоизноса, и вот железо активно выступает катализатором окисления. Вот есть статья. Может быть, покажу как-то вам ее. Поэтому вполне возможно, что притирка и вот еще какой-то в сторону окисления уклон дает. Значит, вот такой получился тест. Благодарю Алексея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.